С добрым утром 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 Соб ​​дох С добрым утром С добрым утром С добрым утром С добрым утром Мама просто ставит смайлик, папа занятый весь день Симба-симба, лапка-царапка, Симба-симба, пушистый комок Симба-симба, лето-косказка, Симба-симба, солнце-цветок Я писала Деду Морозу, нет ответа от него А уже настало лето, может, не дошло письмо Утро день рождения, родители ушли А бабушка с улыбкою поправила очки Когда они вернулись, я поняла, ура! В папиных ладонях была моя мечта Симба-симба, лапка-царапка Симба-симба, пушистый комок Симба-симба, лето, как сказка Симба-симба, солнце цветов Симба-симба, лапка-царапка Симба-симба, пушистый комок Симба-симба, лето, как сказка Симба-симба, солнце цветов А бабушка сказала, какая милота Симба-симба И вся семья увидела счастливые глаза Теперь у нас есть Симба, ура! Симба-симба, лапка, царапка Симба-симба, пушистый комок Симба-симба, летока, сказка Симба-симба, солнце, цветок Симба-симба, лапка, царапка Симба-симба, пушистый комок Симба-симба, летока, сказка Симба-симба, солнце, цветок Так, спели? Да Поболтали? Поболтали Пришло время поиграть Поиграю Предлагаю вам вместе с ребятами Ещё немножко подвигаться Есть у меня одна весёлая игра Она называется Нос, пол, потолок Играли в такую? Нос, пол, потолок? Харюша, это что-то новенькое Итак, сейчас Антон будет называть три слова Нос, пол, потолок И показывать соответствующие движения Ну, покажи, Антон Хорошо, нос Пол Пол Потолок Вы должны тоже показывать нужные движения Но будьте внимательны Антон может иногда показывать не туда То есть путать вас А, хорошо А кто ошибётся, выходит из игры Так, давайте порепетируем Нос Нос Пол Нос Потолок Вижу, вы готовы На старт Внимание! Марш! Нос Пол Нос Потолок Молодцы! Молодцы! Потолок Нос Потолок Потолок Нос! 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 Пол 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 Нос Ух ты! Нос! Нос! Везде нос! Ура! Ура-ура! Молодцы, девчонки! Да, Антону вас не удалось запутать! Да, потому что вы, девчонки, внимательные! А для артиста самое главное быть внимательным! Точно! Все дошли до финиша, никто не ошибся! Да! Ну что, понравилось играть? Да! А придете к нам еще? Конечно! Круто! Только приносите свои любимые игрушки! Обязательно! А вы, ребята, живите активно и мыслите позитивно! И играйте вместе с нами на канале... КАРА-КУЛЕЙ! Доброе утро, дорогие ребята! Привет! Это рубрика «Тайны шести континентов». Если вы любите удивляться... И узнавать страшные секреты... Тогда смотрите нас внимательно! Так, Филя, какую тайну раскроем сегодня? Ага, я прочитал, что где-то в джунглях живет племя, которое строит дома высоко на деревьях. Это правда? Да, Филь, такое племя действительно есть. И люди этого племени живут на востоке Индонезии, в Папуа, Новой Гвинеи. Ну что, полетели туда? Конечно, полетели! Это место затеряно в джунглях и скрыто от цивилизации горами и реками. Здесь живет первобытное племя караваев. Их не больше тысяч человек. Они не знают железа и оружия, не носят одежду, разговаривают на своем языке. И строят дома на деревьях. Расположено жилище на высоте от 15 метров и выше. У караваев считается, чем важнее человек, тем выше должен быть его дом. А почему они решили жить именно на деревьях? Караваи опасаются злых духов и верят, что на такой высоте они находятся в безопасности. Но злых духов не существует. Дома на деревьях спасают местных жителей и от вполне реальных опасностей. Врагов из других племен, хищников и насекомых. На ночь караваи забираются в свои квартиры всей семьей, включая домашних животных. Дома на деревьях для них не детская игра, а жизненная необходимость. Марина, а как караваи строят свои дома? Ну, процесс постройки дома у них считается священным и передаётся из поколения в поколение. Сначала в высоких стволах караваи вырубают уступы. Получается лестница. Затем строят платформу и поднимают туда стройматериалы. Потом выше сооружают платформу поменьше. И только потом ещё выше сам дом. Крышу караваи устилают банановыми листьями. А какие деревья караваи превращают в высотки? Как они называются? Эти деревья называются саговые. Используют всё – кору, листья, плоды. Так что это дерево не только дом, но и пища. Ой, красота! Вот бы все жили в домах на деревьях! И были бы в гармонии с природой, как караваи. А на сегодня это всё. Ребята, а о каких ещё загадках нашей планеты вы хотели бы узнать? Мы всегда рады вопросам, на которые вы хотите отыскать ответы. Вместе мы их обязательно найдём. На каком бы континенте они от нас не прятались. Здравствуйте, ребята! С добрым утром, мальчики и девочки! В эфире наш Покажи Класс! Мур, а как ты думаешь, можно ли научиться писать стихи? Наверное, можно. Но чтобы хорошим поэтом быть, талант нужен. Я вот тоже так считаю. Кстати, у нашей телезрительницы Валерии такой талант точно имеется. О, интересненько! Давайте посмотрим! Давай! Привет! Я заженила для вас стихи. Дед Мороз. Стихи придумал Дед Мороз и настоящий лыжный кросс. Дачный рассвет. Прекрасные дачные рассветы, Когда коснётся солнца луч, Избушки на краю деревни. Красиво будет, помню я. Солнце, солнце яркое блестело, И в окно моё глядело. Кошка, кошка Мошку изловила, В нашу ловку посадила. Кошка Мошке говорит, Ты сиди, Мошка. Ну, а Мошка говорит, Будь моей подружкой. Кукла. Куклу я свою люблю, Честно-честно говорю. Я играю с ней, танцую, В караоке я пою. Только с куклой Я своею никогда не расстаюсь. Так держать, Лера. Ждём от тебя новые стихи. Я считаю, Что если не получается Сочинять стихи, А поэзию любишь, То можно просто учить стихи Наизусть и рассказывать. Согласна с тобой, Мор. Так делают сестрички Маша и Даша. Они прочтут стихотворение Про моржей. Леонид Сорока. Моржи. Хорошо живут моржи. Покупался и лежит. И вот так они лежат. Сколько им охот. Им не надо в детский сад, В школу, на работу. Прохлаждаются в тени. Спят на льду прогретом. Путаву отпустили они И зимой, и летом. Спасибо, девочки! Вы настоящие артистки! Это правда! А у нас на очереди Физкульт-минутка! А проведут её Акробаты Тимофей и Арина. Какие же классные у нас ребята! Каждый раз смотрю и радуюсь! Друзья, ждём от вас интересное видео! Попросите родителей помочь вам Снять ролики в хорошем качестве И отправить нам на конкурс! Ага! Лучшие ролики в эфире покажем! А победители получат призы! Смотрите самый семейный канал Карусель!